Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Юсупов Амин Абдазий Зеевич, доктор медицинских норм, профессор, заведующий капиталом офтермологии Самаркандского медицинского института. Вашему вниманию предлагаю лекцию по теме заболевания хрустальными. Актуальность данной проблемы связана с тем, что это заболевание, постепенно прогрессируя, приводит к полной потере предметного зрения. Заболевание очень широко распространено, особенно среди пожилого населения. В возрасте 60 лет катаракта встречается почти у 30% населения земного шара. По мере увеличения возраста, разумеется, количество частота встречаемости катаракта увеличивается. Ежегодно в мире производится более 35 миллионов операций по поводу катаракты. Прежде чем говорить о заболеваниях хрусталика, вспомним его нормальные анатомо-физиологические особенности. Хрусталик находится внутри глаза, напоминает двояк выпутлую линзу. Спереди хрусталик расположена радужка, сзади стекловиднее тело. При помощи циновых связок хрусталик подвешен целярным телом. Когда телярное тело, мышцы телярного тела круглого движения, циновые связки натягиваются и расставляются, благодаря чему хрусталик может менять свою форму и может менять свою рефракцию. Среднее проломление хрусталика составляет у людей среднего возраста 18-20 дёртов. При акте аккомодации, когда она меняет свою форму, его рефракция увеличивается или уменьшается плюс-минус на 8 дёртов. В хрусталике нет ни сосудов, ни нервов, поэтому и заболевания, как правило, протекают безболезненно. Состав хрусталика с возрастом меняется. У молодых больше воды. С увеличением возраста постепенно в центре формируется ядро за счёт размножения эпителиальных клеток. Содержание в этом уменьшается и, соответственно, эластические свойства уменьшаются, из-за чего после 40 лет появляется появление как пресбиопия. Далее, пресбиопия прогрессирует, где-то в возрасте 60 лет уже начинает отмечаться у большинства людей помутнение хрусталика, которую мы назвали катарактой. Катаракты классифицируются следующим образом. По возрасту возникновения мы делим катаракты на врождённые, ювенильные, старческие. Они отличаются по своему причине. Так, врождённые катаракты часто сопровождаются и другими врождёнными дефектами глазного яблока. Например, микрофта маленькой глазного яблока, колобома сосудистой оболочки, может быть, колобома зрительного нерва. Но чаще всего врождённые катаракты сопровождаются амблиопией, нестагмом, косоглазием и другим. Поэтому, когда мы оперируем врождённую катаракту, мы всегда должны учитывать это и предупреждать родственников ребёнка о том, что эффект зависит от общего состояния глазного яблока. Ювенильные катаракты встречаются у молодёжи или в любом возрасте как следствие общих заболеваний. Старческие катаракты чаще всего появляются в связи со старением хрусталика и больше всего они отмечаются после 60 лет. По локализации помутнений хрусталика катаракты делят на корковую, ядерную, переднюю капсулярную и заднюю капсулярную. Каждая из видов катаракты имеет свойственность в себе клинику. Например, ядерная катаракта характеризуется тем, что у больных появляется транзиторная миопия. Это что значит? Раньше больной Безышков из-за пресбиопии не мог читать и он говорит, что я опять начал читать книги. Но зрение вдаль начинает ухудшаться. Капсулярные катаракты характеризуются тем, что передние капсулярные и задние капсулярные помутнения в основном находятся в центре хрусталика. Поэтому больные говорят, что если я выхожу на улицу, зрение улучшается. В темном помещении несколько улучшается. Это связано с тем, что в темноте зрачок расширяется и свет больше проходит в заднем отделе базы. По степени выраженности изменения хрусталика мы катаракты делим на начальную катаракта инцепиенс, незрелую катаракта нондомматера, зрелую катаракта матера и перезрелую катаракта гиперметра. В зависимости от степени, соответственно, уменьшается степень, увеличивается степень ухудшения зрения. В зрелой стадии, как правило, предметное зрение уже не бывает. Больные говорят, что я кроме света ничего не вижу, даже пальцы перед лицом. Перезрелая катаракта появляется, если много лет не оперировать зрелую катаракту. В этом случае отмечается некоторое совсем незначительное возвращение предметного зрения. Для этого надо ждать десятки лет. На слайде представлен вид корковой катаракты, ядерной катаракты, заднекапсулярной катаракты. Общий вид больного на правом глазу зрелая катарактская катаракта, левый глаз прозрачный хрусталик. Так как в хрусталике нет ни сосудов, ни нервов, его заболевание протекает, насказание, безболезненно и характеризуется постепенным развитием. Точно такую же клинику имеют еще другие болезни глаза, такие как глоукома и дегенерация макулы. И здесь болезнь, как правило, не отмечается. Зрение постепенно прогрессирует, сильно падает. Но если мы не сможем дифференцировать, в дальнейшем у нас могут быть проблемы. Потому что потери зрения при глоукоме и дегенерации макулы безвозвратны. При катаракте возможно полное восстановление зрительных процессов. При глоукоме и дегенерации сетчатки мы должны проводить профилактические меры для того, чтобы предупредить их небомное развитие. Поэтому обратим внимание на основные моменты, как их можно отличать. У всех постепенное, безболезненное ухудшение зрения отмечается. Поле зрения при катаракте, как правило, не изменяется. При глоукоме отмечается свойственное глоукоме сужение границ поля зрения. Сначала начинается с носовой стороны. При дегенерации макулы периферические границы поля зрения сохраняются, но в центре могут появляться с котлом. Внутриглазное давление при катаракте, как правило, нормальное. При глоукоме оно повыше. При дегенерации макулы тоже нормальное. Объективно, когда мы смотрим, хрусталик при катаракте мутный. При глоукоме может быть тоже мутный или прозрачный. При дегенерации макулы тоже может быть мутный и прозрачный. Почему? Потому что чаще всего глоукома и дегенерация также появляются у пожилых людей. И она может протекать параллельно вместе с катарактой. Решительной диагностики этих болезней является картина глазного дна. При катаракте, как правило, глазное дно в норме. При глоукоме мы отмечаем расширение площади глоукоматозной физиологической экскавации, которая потом будет называться глоукоматозной. При дегенерации макулы мы видим пятно в области мак. Отсюда можно сделать заключение. Полноценная диагностика возможна только в начальных стадиях развития этих болезней. Когда катаракта созревает, разумеется, уже возможности посмотреть глазное дно у нас не будет, и мы можем допустить ошибки. Итог. Отсюда все болезни должны осматриваться в начальных стадиях. Лечение катаракты на сегодняшний день только хирургическое. Нет еще медикаментов, которые могли бы вернуть белую прозрачность к рустамику. Операции проводятся в условиях микрохирургии под операционным микроскопом. Операционные микроскопы должны иметь ряд особенностей, которые позволяли бы лучше качественно проводить эти операции. Они должны управляться ножными, должны иметь ногами, должны иметь специальное аксальное освещение, которое дает яркий рефлекс согласного дна, который может дифференцировать нам капсулу хрусталиков. На сегодняшний день наиболее популярным широко распространенным видом операции является факт эмунсификации катаракты. От традиционных операций он отличается тем, что в глазу делается совсем небольшие проколы, а не разрезы. Традиционная операция заключается в том, что разрез делается около 6-7 мм для того, чтобы полностью целиком вывести хрусталик изнутри глаза. Соответственно, потом появится необходимость накладывания швов. А накладывание швов может привести к нарушению формы глаза, тем самым к развитию астегматизма. Этапы операции показаны на слайде. После обезболивания, как правило, у взрослых достаточно местное обезболивание, вводится препарат парабульбарное или ретробульбарное пространство, анестетик. Чувствительность глаза полностью исчезает, и мы можем начинать операцию. У детей, как правило, операция проводится под общим наркозом. После анестезии делается прокол в глазу. При помощи перицета открывается передняя капсула хрусталика в виде круглого отверстия. Эта процедура называется капсула Рексис. Хирург должен стремиться сохранить периферический отдел капсула хрусталика и сохранить цельные связки. Через это отверстие при помощи аппарата факоамексификатора плотное ядро дробится внутри глаза и проводится его аспирация. То есть удаление, как пылесос, факоамексификатор отсасывает раздробленные кусочки твердого ядра хрусталика. Остатки хрусталиковых масс очищаются методом промывания, и если нам удается сохранить капсулу Решок, внутрь капсулы вводится искусственный хрусталик через инжектор. То есть как шприц-прибор через маленькое отверстие, максимум длиной 2,4-2,8 мм, можно вести в последующем, не накладывая швы на эти проколы. Крусталик в собранном виде вводится, после введения он раскрывается, искусственный хрусталик и устанавливается внутри капсулы хрусталика. Это считается идеальным вариантом, так как там нет сосудов, нет нервов, больнее, как правило, хрусталики не чувствуют искусственный хрусталик. Если происходит разрыв капсулы хрусталика, тогда придется фиксировать хрусталик или в передней камере, или подшивать его к склере. В этих случаях возможно появление чувства инородного тела внутри глаза. И это считается осложненным вариантом операции. На данном слайде все этапы операции показывают. Что касается хрусталиков, хрусталики, они бывают разные. В хрусталике бывают монопокальные однофокусные и мультипокальные. Если монопокальный хрусталик, как правило, мы устанавливаем его для того, чтобы больной хорошо мог видеть деталь для близких, как при пресс-биопии больным даются очки. Есть также мультипокальные хрусталики, многофокусные. Сейчас трифокальные линзы искусства хрусталиков. Если устанавливается такой хрусталик, то больной может видеть хорошо как в дальнем, так в среднем и близком расстоянии. Кроме того, хрусталики бывают прозрачные, хрусталики бывают окрашенные. Окрашенные хрусталики больше защищают глаз от излишнего ультрафиолетового освещения. Хрусталики могут быть изготовлены из мягких материалов. Такие хрусталики вводятся через инжектор. Хрусталики могут быть изготовлены из твердого материала. Для того, чтобы устанавливать хрусталик из твердого материала, соответственно, нужно делать больший разрез, на который потом приходится накладывать шум. Что касается мультифокальных и монопокальных линз, нужно сказать, что при установке мультифокальных линз есть некоторые противопоказания. Поэтому, если нет показаний в установке мультифокальных линз, устанавливаются монопокальные линзы. Состояние глаза, в котором нет хрусталика, называется апатия. А состояние глаза, в котором установлен новый хрусталик искусственный, называется артипатия. Признаки апатии заключаются в следующем. Во-первых, если внутри глаза не будет хрусталика, ни естественного, ни искусственного, острота зрения будет очень низким. Оно может составить максимум 2-4% от 0. То есть, вирус будет равно 0,02, 2 сотых, 4 сотых. Вторым признаком апатии является эридетонез. Это дрожание радужки, потому что за радужкой не будет опоры. И, как правило, при апатии больным рекомендуется сильные собирательные плюсовые линзы. Если хрусталик был удален экстракапсулярным методом, то есть сохранением задней капсулы, то в некоторых случаях у больных через определенное время постепенно зрение может ухудшиться. Это связано с тем, что появляется вторичный катаракт. Под вторичной катарактой мы понимаем помутнение сохраненной капсулы. Вторичная катаракта в нынешнее время легко может быть излечена путем воздействия лазерного излечения. Процедура называется лазер-капсулокамия. Лазер-капсулокамия на снимке показано, как проводится в сидячем положении. В этом случае уже разрезы не делаются, инъекции не проводятся. Луч лазера наводится на центральную часть задней капсулы. В области проекции зрачка дается импульс. Капсула разрывается, видно на нижнем слайде. Больной непосредственно сразу вставая уже отмечает улучшение, восстановление протушевого зрения. Рожденные катаракты, я вам говорил, они отличаются по клинике и имеют свою классификацию. О степени помутнения мы делим на три группы. Первая, вторая, третья степень. Первая степень, когда острота зрения соответствует 0,3 и выше. Как правило, это отмечается при маленьких помутнениях размером не более 1,5 мм. В таких случаях с операцией можно не торопиться. Мы рекомендуем операцию в возрасте 14-16 лет, когда заканчивается формирование самого глазного яблока. Вторая степень, когда острота зрения может быть в пределах 0,05 до 0,2. В этих случаях операция обычно проводится в возрасте 3-4 года. И третья степень, когда острота зрения менее 0,05, когда объем помутнения огромный, большой, в таких случаях мы рекомендуем операцию в возрасте 1 года жизни. Так как в этих больных есть большая опасность развития амблиопии, обскурационной амблиопии. То есть после рождения глаз не будет развиваться, а потом может быть поздно. Поэтому мы вынуждены оперировать их в более раннем возрасте. Пожалуйста, вид односторонней катаракты у ребенка. Есть еще другая группа заболеваний хрусталика. Они связаны с его смещением с места. Эктопия хрусталика, смещение хрусталика может быть частичным, когда мы называем его подвыветом, или полным. Полный вывих, как правило, происходит в сторону стекловидного тела, иногда может быть в сторону передней камеры. Причины вывихов хрусталика бывают врожденные и приобретенные. Врожденный вывих хрусталика, как правило, отмечается при синдроме морфана, маркизании. А приобретенные вывихи отмечаются после контузии глазного яблока. Признаками подвывых хрусталика могут быть иридодолез, выбираются радужные оболочки и, разумеется, ухудшение зрения. На слайде представлены вывихи хрусталика. Пожалуйста, здесь, в этих краях помутневшего хрусталика, выдохнутых хрусталика. Здесь прозрачный хрусталик, пробухнутый. В этих экваториарной зоны хрусталика. Но лечение смещенного хрусталика только оперативное и, в основном, заключается в удалении вывихнутого хрусталика. Вопрос о том, когда делать операцию, решается в зависимости от состояния внутриглазного давления и остроты зрения. Если не торопит, если давление нормальное и относительно неплохое зрение, с операцией можно вызвать сдержаться на более старшем возрасте. Но если вызываются экстренные ситуации в виде повышения глазного давления, резкого ухудшения зрения, то тогда с операцией можно поторопиться и делать в более молодом возрасте. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова